...имбус, который, если что, был рекомендован детям от 8 до 12, содержал в себе следующую задумку. Ты садил... Он вибрировал или что? ...на метлу, и она вибрировала у тебя между... Наверное, по ощущениям, это то же самое, что и перемещение... Пацаны и пацаны с родными, всем доброго привет! С наступающим, кстати, всех шокирующие и не вышедшие на цвет игрушки Гарри Поттер, распутные куклы, черепашки, ниндзя. Мне нравится, что вот это всё в одном предложении. Уголок Акро, новый видос, давай вместе смотреть, естественно, ссылочка на оригинал внизу, ставь пальчиком в антиком, огромное спасибо всем, кто не забывает, проставляет. Ребята и комментарии пишите, чем больше, тем лучше, естественно, подписывайся, организуйте дзынь, дзынь с бубенцами, тем более, что новогодними в данный момент. Вот, прежде чем начнём, есть ссылочка на телеграм-канал, точнее, есть телеграм-канал, и есть на него ссылочка, которая внизу, естественно, есть игрушечный канальчик, где мы вместе вовсю абсолютно проходим всякое и кайфуем вместе в игрушечках, какое-то такое вот безобразие. И прям поджечь, прям в лице. Нет, вот ты прикольненько и сделаешь, но это тебе не помогло в наших отношениях, да? Я нашла тебя, а я тебе. Вот поэтому мы и расстались. Давай, Чарльз. Здравствуй, родной. Папа. Я пытался не обращать внимания на неё, но он остановился громче, и громче, и громче. Да, а зачем мы тогда его освобождаем? А зачем мы его... Твою мать, твою мать, твою мать, не надо было это сделать, это не нужно было. Вот, и всё это безобразие на игрушечном канальчике. Внизу там как раз и сейчас новогодние игрушечки, я специально подбираю. Даже некие визуальные новеллы должны быть вот буквально сегодня, наверное, я думаю, там всякие... Там зайчики, не зайчики и прочее спойлеры. Я всегда вот тут спойлерю, кстати говоря, что будет, но в любом случае. Короче, всё, всё внизу, давай смотреть, поехали. Как родители возмутились куклам, которые становились развратными, если их помыть? Барби лёгкого поведения. Жуткий вид для персонажа черепашек, неудея, из которого побоялись делать игрушку. Сегодня мы во всём этом разберёмся, не отходите далеко. От ваших телеэкранов и приятного аппетита. Естественно, это всё прилагается. К конструктору Лего отведён целый отдел. Что это мы видим? Крохотные лица в широкополых шляпах были нахмурены и оскалены. Что? Реально, что? Побобные игрушки в конечном счёте ориентируют ребёнка на инокультурные образцы. Так. И скрыто агрессивно. Почему? Почему агрессивный? Почему? Сколько ролик? Что и почему? Основные вопросы, ладно. Много, много. Было достаточно, ребята. Но интеграция тоже сама себя не проинтегрирует, поэтому интеграция. Интеграция. Угу. Все массовые здряпки. Здряпчики, здряпчики. Вроде бы мы живём во времена, когда стало меньше предрассудков. Типа. Уже не так много людей считают, что все мультики... Ну, как сказать... Для детей. Комиксы для детей. Или там компьютерные игры для детей. Годовар Рагнарёк, ребята. Ну, это... Это не верно, где-то не Рагнарёк, это первая часть. Рагнарёк каждый день на игрушечном каналчике. Ребята, самый-самый просто. Там эпик эпичнейший происходит. Ссылочка ещё раз внизу. Угу. Самая интеграция, самая реклама. Всё нормально. Да и вообще, видимо, всё, что может приносить удовольствие, оно почему-то для детей. А взрослые, видимо, могут только развлекаться тем, что пьют, рожают детей, которым уже будет не зазорно смотреть мультики. И можно ещё ипотеку брать. Я не знаю... Ох, что эти взрослые удовольствия. Чем там взрослые должны заниматься? Без понятия. Без понятия. Может, ты знаешь? Не знаю. В целом, всё же не особо много понимания имеется касательно взрослых, что увлекаются собиранием фигурок. Вот есть культовый сериал «Во все тяжкие». И, казалось бы, нет ничего зазорного половозрелому человеку, что смотрит это шоу, приобрести себе солидную фигурку Уолтера Уайта. Конечно, почему бы не... Но оказывается, это проблема. Когда вышли фигурки Уайта и его помощника Джесси Пинкмана... Ну, не знаю, не, ну по сериалам фигурки, конечно... Я не знаю, у меня ассоциация фигурок, это всегда какие-то эти мультики, анимешки, ещё что-то. Вот как будто бы к этому ко всему у меня вот прилагаются фигурки, да, и всё остальное. А вот именно к сериалам каким-то сериалам, ну, я не знаю, странно. Типа это как, взять, не знаю, клан Сопрано, и типа что, фигурки из клана Сопрано? Не вяжется, не вяжется. Разве что фэнтезийные, может, какие-нибудь. Может, да, там типа дракон и всё дела. ...сместо людей начали жаловаться, что эти игрушки романтизируют крабовую наркологию, представленную в сериале. И это при том, что фигурки... Ну, надо ставить не 15+, тогда уж, будем честны. Сериал тоже, ни хера, не 15+. А сделать эти фигурки чисто, конечно, для взрослой аудитории. То есть это чисто для взрослых, солюдных, серьезных мужчин. Эти фигурки для женщин, в том числе, конечно же. Вот. 15+, это, ну, это странно, согласен. Уже представь 15-летнего какого-нибудь пистюка, который сидит и играет такой... Вольтер Вайт, надо варить, давай варить мед. Давай варить мед. У-у-у-у, а потом еще кого-то пристрелили еще... Ну, это типа странно, это просто странно. Поэтому, если уж это, типа, акцент на взрослую аудиторию, то вы и напишите, там, не знаю, 21+, и все. И я думаю, ни у кого никаких претензий не будет. Серьезно. У кого может быть претензий, что он 21+. Не, я, вот тут я могу понять, в том плане, что это все-таки игрушки, понимаешь? Сериал тоже не 15+. Я уверен, что, ну, сериал этот не показывают маленьким детишкам. И родители, если что, наверное, и запрещают смотреть подобные сериалы. Потому что, ну, потому что, потому что, да? По крайней мере, самым маленьким. Понятное дело, что 15, если честно, уже нормальный возраст. Мы не такой смотрели в 15 лет, и даже чуть меньше 15 лет. Там такой трэш у нас происходил по телевизору, что, господи, боже мой. Ну, вроде нормальные плюс-минус адекватные люди выросли. Ну, как бы, да? Вот. А игрушки, это все-таки игрушки. Все, как бы, воспринимают это, как что-то нацеленное на детскую аудиторию. Поэтому здесь я могу поймать вот эту логику, с какой они там все вот это вот, все эти претензии и жалобы прилетали. Можно понять, короче. И пришло время нам снова поговорить про скандальные игрушки, которые не приняла ни... Ну, с другой стороны, это, блядь, просто игрушки. Ебаный в рот. Это просто игрушка. Че вы, блядь, раздули из муки слона? Довольная толпа. Вы же любите кроссоверы? Это отличный способ срубить бабла. Привлечь внимание разных фанатских лагерей и поживиться с каждого. Итак, а вот теперь посмотрите на вот эту куклу Барби. Оу, моя. Барби, как она для вас выглядит? Ааа, немножко, пошли. Как Барби, у которой явно плюсовая температура, если она спокойно ходит вот в этом по улице? Как Барби, у которой просто нет денег на нормальные штаны? Или как Барби, скажем так, легкого поведения? Ну да, последняя, наверное, больше. По крайней мере, ассоциация сразу такая. О, боже. Вот если она для своего мужчин такая оделась, тут нормально, если она про... По крайней мере, ладно, можно сказать просто, что по-взрослому. Ну, я, она же просто подоскута. Поверьте, многие родители подумали именно о последнем варианте. Да, конечно, да, конечно, а о чем ты что подумаешь? А прозвали эту прекрасную куколку как сама за Барби. О, Барби, how you changed. Взгляните на Барби черную канарейку от Мател. Она поступит в продажу в этом сентябре. Байкерские куртки сапоги, обильные макияж и колготки в сетку. Продаются отдельно. А по мне, она выглядит... Какой-какой распутный, а? Распутный Барби? Вас пугает слышит подобное? Да, слегка такого от Барби не ожидаешь, конечно. Я не думаю, что это подходит маленьким девочкам, потому что когда я была маленькой, я сразу подражать Барби. На самом деле не было никакого плана отправить Барби на панель. Официальное название этой игрушки Барби черная канарейка. Отговоры персонаж? Основанно она на персонажа. А, ну вот я хотел сказать, что если это все-таки какой-то персонаж из какой-то там вселенной из мультика, то это нормально абсолютно. Микс вселенной DC, которая более известна массам, всякими суперменами и Бэтменами. Да нормально, нормально. Черная канарейка отличается способностями разрушительного крика. Ну если она в мультике так же ходит, что тогда? Нет, тогда вопросы вообще никакие не должны быть. Супергероем с зеленой стрелой. Ну и еще она в основном предпочитает вот такую вот легкую одежду. Имеет право ее вкус. Ну может себе она это позволить. Конечно. На деле персонажу куча лет и поклонники комиксов к нему давно привыкли. Но видимо для аудитории Барби это был перебор. Масло в огонь еще добавил единственный аксессуар для данной игрушки. Вот такая подставочка, чтобы канарейка стояла твердо и четко. А вот только люди, как вы можете догадаться, учитывая внешний вид Барби, видели не крепление, а шест для стриптиза. Я думаю, тот делал эту фигурку. Делали ее, понятное дело, взрослые люди. Ну кто-то закладывал этот смысл. И возможно даже такой, хм, знаешь, прикольнулся, как создавал. Пошлость. Ладно, будем честны, это реально не выглядит как игрушка для детей. Но так-то она выходила с возрастным цензом 14+. Ну тогда все, другой вопрос абсолютно. Все, для взрослых солидных мужчин сразу понятно. Сразу видно. Однако общественно... И женщин. ...конечно же воспринимала Барби как детскую игрушку. И Барби черная коварик. Так смешно. И капотанула в скандалах и была отозвана из магазина в 2008 году. А зато теперь, наверное, это какая-то очень редкая фигурка и продается за огромные деньги. Кто знает, возможно именно этот негативный отклик и повлиял на становление киновселенной. Диси, где канарейку приотели явно поприличнее. Видимо, в надежде, что если фильм станет успешным, теперь точно можно будет сделать по ней Барби игрушку. Жаль только, что и тут не фартануло. Окей, фиксни с этой Барби. Вот что у вас ассоциируется с Гарри Поттером? Пим-пим-пим-пим-пим. Палочки всякие. Красивые замки, шрам мальчика, который выжил. Или может быть игра Квидич. Блин, у меня палочки почему-то волшебные в первую очередь. Не вот это вот все, что он перечислил, а именно палочки волшебные. Да, к этому виду спорта волшебников у поклонников Гарри Поттера разные отношения. Блин, так в этом году по вам Квидича переименовали. Типы, которые нихуя отношения не имеют к Гарри Поттеру. Но типы, которые создавали какую-то, я не знаю, что это такое. Типа клуб любителей Квидича в реальной жизни. Квидича не существует в реальной жизни. Но тем не менее, у них есть клуб, и они переименовали Квидич из-за вот этих всех скандалов с Роулинг. Это довольно-то смешная. Это очень смешная новость. Очень странная и смешная одновременно. Кто-то считает, что в книгах в основном можно было бы обойтись и без него. Почему? А кто-то сам был бы не прочь покататься на летающей реке. Да, нет, это шикарно. Это прям шикарно. К первым явно относятся голливудские сценаристы, которые активно вырезали Квидич из многих фильмов про Поттера. Почему? А ко вторым относятся... Может, потому что это дорого, знаешь, типа его снять спецэффекты и все такое. ...игрушка делай, что решили продавать Нимбус 2000. Оооо, ну вот это, ребята, просто база. Очень круто. Такой, наверное, стоит миллиард. Поттера. Вот только как передать ощущение полета? Да никак. Да никак. Вы просто садишься и типа делаете... Как можно... Звуками. Звуками можно. Нимбус, который, если что, был рекомендован детям от 8 до 12, содержал в себе следующую задумку. Ты садил... Он вибрировал или что? ...на метлу, и она вибрировала у тебя между... Ну, наверное, по ощущениям это то же самое, что и перемещение... Кто, блядь, подумал, что это хорошая идея? ...по воздуху, да? В результате со временем метлы из магазинов детских игрушек переместились в магазины, так сказать... ...игрушек для взрослых. Вот статья, где автор поражается, что наблюдал в подобных магазинах не какую-то в саду пародию плагиат, а официальные лицензионные игрушки. Поиграем в квич? Можно? Забавно. А вот такого типа отзывы были на сайте Амазон. Эта игрушка была первой в рождественском списке моей дочери. Так что, черт возьми, хоть она и не несет никакой образовательной ценности, я решил, что она будет полезной для игры с воображением. Только после того, как она открыла свой подарок и начала играть с ним, я понял, что игрушка может принести не только незабываемые впечатления. Метла издает милые звуковые эффекты и вибрирует, когда ее кладут между ног, чтобы летать. Ну и о чем вообще думали создатели этой игрушки? Я не знаю, это реально странно. И она продолжит играть с Нимбусом 2000, но без батареек. Но когда достигнет 18-летия. В общем, как только выяснилось, что Нимбус 2000 больше привлекает женский пол и не совсем так, как затумывалось, метла покинула магазины и теперь, чтобы приобрести ее, нужно использовать сайты типа ebay. Кто знает, возможно, оно того действительно стоит. Это странно. Это странно, это очень странно, что никуда об этом не подумал. Просто метла карри. Это Нимбус 2000. О да. Но опять же, это детские игрушки. Можно понять, почему их так скрупулезно анализируют и ищут в них что-то неправильное. Что поражает, так это когда игрушки по комиксу для взрослых «Город грехов» попадают под раздачу каким-то немыслимым образом. Ну да, «Город грехов» это как бы, скажем так, не самые детские произведения. В комиксе и фильме, который достаточно четко следует первоисточнику, есть такой персонаж Марф, которым здесь убитую правитутку по имени Голди. Она была единственной девушкой, что подарила Марфу близость и нежность, но это не спасло ее от смерти. По сюжету Марф смог отнять жизнь маньяка, что убил Голди, но, к сожалению, его подставляют и вешают на него убийство, что он даже не совершал. В конце его истории он встречает свою кончину на электрическом стуле. Почему бы не выпустить фигурку по этому крайне позитивному моменту? В этом прекрасном игровом наборе... Ой, ну это типа как по комиксам, как по всяким этим Бэтменам выпускают. Я вот в этой фигурке вообще ничего такого не вижу. Сейчас наблюдаете, можно было нажать на рубильник, после чего Марф начинал активно вибрировать. Прикол. Господи, надеюсь, с ним хотя бы никто не стал поступать, как с Нимбусом 2000. Разумеется, все это... Кто-то, может быть, и стал. Вызвало возмущение касательно того, что игрушка может развить у людей со... Ой, блядь. Вообще, давайте не забыть... Это так не работает, не работало, и никогда работать, я так понимаю, не будет. Это такой бред именно, развить, да? Развить с нуля абсолютно. Бывает, что так-то Марва хоть и подставили по сюжету, но при этом он убил и представитель криминала. Так что перед нами не то чтобы какой-то хороший парень. Тем более послушайте, как он сам комментирует происходящее. Похоже, сам Марв беспокоился гораздо меньше, чем возмущенный посетителем магазина игрушек. Вот что говорили представители национальной организации родителей убитых детей. Что они придумают дальше? Куклу для изобилования? Инцепт куклу. В статьях утверждают... Это вы озвучили. Это вы сказали. Ну так, на секунду, да? Никто об этом не говорил. Ни у кого мысли, да, что таких не было. Братан, а вот ты кто это сказал конкретно? Все нормально у тебя, нет? Ждается, что кукла предназначена для взрослых. Но основными покупателями являются дети. Также возмутились люди, что выступали против смертной к... Потому что, видимо, производители фигурок это первые личности, которых стоит винить в подобных штуках. И даже сторонник смертной к... Вроде политического обозревателя Мишель Малкин говорила следующее. Что говорил? Неужели мы так привыкли к крошадности, что преподносят, как юношеское развлечение, что у нас стерлись границы безвкусицы? Это же игрушка просто. Ну, опять, какой там возрастной рейтинг? Поставьте 21+. Все, никто из этих людей, которые любят добываться до абсолютно ничего, не смогут доебаться. А теперь хотите угарнуть? Так. Спустя годы вышел фильм «Город грехов». И уже другая компания выпустила фигурку с Марвен на электрическом стуле. О, слушай, ну это уже поприкольнее выглядит. Правда, здесь он какой-то более тощий, конечно, но лицо, по-моему, чуть-чуть более детализированное. Более того, в этот раз у него были сменные головы, показывающие жуткие степени ожога. Нормально. Однако почему-то в данном случае общественности было пофиг. Видимо, когда делаются фигурки по фильмам, то это художественно обоснованно. А когда по этим вашим книжкам с картинками, то это уже попахивает чем-то аморальным. Очень странно. Но, по крайней мере, эти игрушки... Да не, просто, видимо, до чего-то другого доебались и были заняты, скажем так, доебами до чего-то другого, а вот до этого не дошли. Так и руки... Так руки и не добрались доебаться. В принципе, выходили. Некоторые не могли получить и такой чести. Какой ваш любимый персонаж черепашек-ниндзя? Крыса. Если вы начнёте перечислять имена непосредственно черепах, то я вас не понимаю. Зачем, когда есть вот такой вот прекрасный Крэнк? Честно говоря, для меня всегда была загадка, как вообще устроен этот персонаж. Ведь от него вроде как остались только мозги. Но это типа мозги с артом, глазами и щупальцами. В его случае, голова и мозг это вроде как одно и то же. А это детектив. Правильный вопрос. Ну ладно, как вообще должен выглядеть полноценный Крэнк? Именно эту тайну должны были раскрыть производители фигурок. Было сделано два варианта в виде концепт рисунков. В одной Крэнк должен был быть в гладиаторской броне с койзом с перечеркнутой черепахой. А вот в другой всё это выглядело уже гораздо более жутко. Это было тело без кожи, в котором были... О, вот это выглядит круче. Как фигурка. С него капала слизь. Никакой мультяшной карикатурности. А реально физически жутковатое зрелище с отскакивающейся головой. Видимо слишком жуткое для боссов компании Playmates, которые в результате отвергли оба дизайна. Ой, не знаю, это, видимо, всё вот тогда всё было. Потому что сейчас, сейчас выходят эти фигурочки, ребята, и там такие просто адские трешовые, жёсткие есть. И вполне себе спокойно продаются, и вроде даже никто не скандалит. И они очень даже детализированные. То есть сейчас это вообще прям... Сейчас ни у кого претензий нет. Это, видимо, всё старенькое. Тогда, ребята, общество волновало фигурки. Очень сильно хотелось дебаться до фигурок. Сейчас вроде с этим проблем нет. Там, господи, какие только фигурки не существуют. Нет, это несправедливо. В конечном счёте зрители увидели, как выглядит тело Крэнга только в седьмом сезоне. И то формально не его самого, а клонов данного персонажа. И как вы можете наблюдать, это, мягко говоря, совсем не то, что планировалось изначально. Забавно, но при этом в третьем сезоне раса Крэнга показана так, будто они все изначально были просто говорящими мозгами. Так что, похоже, сейчас чётко... Короче, сами не определились. ...уверенного ответа, как должен выглядеть Крэнг с телом, всё ещё железнобетонно нет. Вообще, у черепашек много с чем не складывалось. Вообще, то, что он рептилоид, это довольно странно. Я впервые об этом слышу. В 1991 году... Я всегда почему-то думал, я не углублялся, так сказать, ребята, в бэкграунд этого персонажа, в лор и вот это всё. Я почему-то думал, что это просто мозг какого-то, там, сумасшедшего гениального учёного или типа того, который вот как бы с собой-то сотворил, а так он был человеком. По крайней мере, мне так казалось. Я говорю, я, ну, типа, не особо... Я в черепашек-низе видел-то, если честно, не то, что много, ребята. Они крутились в то время, когда у меня, по-моему, не получалось то ли их смотреть, то ли ещё что. Поэтому про этого кренка мало что знаю. Ну, естественно, комиксы тоже мимо, всё. Вот. Но у меня сложилось впечатление за всё время, что это просто был чел, который с собой там что-то такое сделал, потом в итоге от него остался мозг и вот всё. А то, что он какой-то отдельной расы, там, что он какой-то рептилоид или ещё что-то, честно, даже не узнал. Для меня это открытие. ...хазбра потеряла лицензию на игрушки по Звёздным Войнам. Тогда компания Playmates предложила свои услуги и идею кроссовера с черепашками-ниндзя. У нас мог быть Дарт Вейдер, Шреддер, Чубака Рафаэль, Эйприл, Лея и не только. Но, к сожалению, компании в лицензии было отказано. А выглядело солидно. Это несправедливо. Ну, хотя бы спустя годы вышло для мульта скрестить Шреддера и Джокера. А вот если бы там удали колготки в сетку, то опять разгорелся бы какой-нибудь вой, я уверен. Да, кстати, вновь про откровенные шмотки. Вы, наверное, знаете такую популярную серию кукол, как Братс. Конечно, конечно. Такая компания, что их производила, выкатила новую серию под названием Лол Сюрприз Куклы. Не нравится. Мне вот не нравится вот этот вот, знаешь, типа дизайн фигурок в стиле, как они называются, фанки, не фанки. Типа знаешь, что многим, многим прям, многие кайфуют, там, собирают, коллекционируют эти все фигурки. Но мне прям дизайн не нравится, какой-то несерьезный что ли, вот это все квадратные, одинаковые, я не знаю. Казалось бы, обычные куклы со своими шмотками, со своими домами. Как будто бы, знаешь, более упрощенная версия, вот почему-то. Мне кажется, у меня в голове так сложилось, что как будто бы это такая более упрощенная версия, каких-то полноценных нормальных фигурок. Но не все так просто, ведь в них скрывался тот самый сюрприз. Если засунуть куклу Лол в воду, то у некоторых экспонатов материализовывалась довольно откровенная одежда. Неплохо. Вот вы видите, да? Это ненормально. Моей дочери 6. 6! Прошу всех, кто идет распространить, да, пожалуйста. Родителям внезапно открывалось вот такое, боди, к примеру. И это было совсем не то, что они ожидали увидеть, покупая... Вот проблемы, конечно, у родителей, да? ...казалось бы, простую куклу для своей дочурки. Трудно понять, какой посыл вообще хотели заложить создатели кукол. Да, странно. Что при должном подходе любая скромненькая девушка может оказаться развязнее, чем ты думаешь. С другой стороны, можно всегда это объяснить тем, что, ну, ты просто, как бы, ну, в трусах она вот. Типа, да, да, она, типа, вот, с помощью воды раздевается, но это потому, что она в трусах. Все, все, вот и объяснение. Ты держи, ты ходишь в трусах, вот ты в трусах ходишь. Все ходят в трусах, вот и она ходит в трусах. Ну, мысль, так-то имеет право на жизнь. Вообще, в том, о чем я рассказывал, есть хотя бы какие-то элементы скандала. Иногда игрушки уходят в небытие по абсолютно идиотским причинам. Например. Наверняка многие из вас знают такую игру, как Crash Bandicoot. По ней выходили очень успешные фигурки от компании Rezaurus с аксессуарами и... А там-то что может быть такого? ...прекрасной детализацией, которые отлично продавались. Была анонсирована еще куча фигурок. К примеру, Crash на медведи, Прио, Пинстрайп. И даже фигурка мертвого Crash'а, что очень символично, учитывая, что будет дальше. Кроме того, показали уже готовый прототип фигурки Тайни Гладиатора из третьей части. Была одна загвоздка. Чтобы сохранить лицензию на Crash'а, компания должна была выпустить фигурки по фильму компании Universal Virus. Но вот незадача. Фильм провалился в прокате и оказался особо никому и ненужным. Как, соответственно, и игрушки по нему. Ко всему прочему, с компанией судился музыкант Эйс Фрейли из группы Kiss, который не давал им продавать копии своей гитары. Если что, суд он выиграл. В конечном итоге компания понесла убытки и закрылась в 2001 году. Иронично, но та же самая судьба постигла и современную линейку фигурок от компании NECO. Были представлены прототипы фигурок Cortex'а и Koka, но вскоре линейка закрылась из-за плохих продаж. Неудивительно, ведь в ней продавалась куча однотипных вариантов одной фигурки Crash'а. Разнообразие, конечно, балдеж. В наше время некоторые фанаты стали воспроизводить невыпущенные игрушки по официальным концептам и продавать полноценные фигурки. Да, сейчас много людей делают такие фигурки, разные вообще, про разные вселенные, по разным там мультикам, сериалам и так далее. И там прям так, так круто все это делают, прям вообще. Так что иногда фанатское сообщество может исправить справедливость. Ну что ж, надеюсь... Талантливые люди. В наше время скандалы с игрушками наконец остались позади. Вроде да. К конструктору Лего отведен целый отдел. Его рекламируют по телевидению, как уверяют экологически чистые игрушки... Как уверяют, а то есть это не так, да? ...которые предполагают конструирование разнообразных сюжетов. Ну вот... Конструирование разнообразных сюжетов. Понятно. Так, дальше. Вопрос каких? Сюжетов? Да сдачно взглянуть на календарь Лего. Распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. Это... Между прочим. ...поиски сокровищ фараона. Это всемирные катастрофы и разнообразные войны. Вот едва ли не главная тематика. Ого, я понял, я без работы не останусь. Подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка... На бесовщину. На инокультурные образцы и скрыто агрессивные. Ставь лайк и пиши коммент. Если хочешь поддержать меня, ты... Ясно, понятно. О, короче, все, ребят. Вот такой вот видос, такой вот выпуск от УГЛК Акро. Ссылочка на оригинал. Еще раз, где? Правильно, внизу. У тебя пальчик не забудь проставить. Огромное спасибо комментарии. Пишите, чем больше, тем лучше. Подписочки, подписулечки организуйте. Здесь наподписывайся, если вдруг ты еще не подписан. По каким-то причинам, я не знаю. Может быть, смотришь на телек или типа того. Я все понимаю, все понимаю. Но будет круто, если подпишешься. Потому что тогда точно ничего не пропустишь. И снова, что выходит. Ссылочка на телеграм также, ребят, внизу. Телеграм это место прям, ну, важное, нужное для тех, кому интересно, что происходит на этом канале. Потому что, если какие-то новости происходят, вот недавно, допустим, на днях блокировали даже какой-то ролик-то недавно. Ну, какой-то конкретный из свежих. Вот, вся информация была в телеграме, соответственно. Потому что, ну, кроме телеграма нет ни ВКонтакте, ничего такого. Есть еще игрушечный каналчик. Туда также выходят ролики на постоянной основе, ребята. На каждой дневной основе. Сегодня он тоже должен быть, по идее, ролик. Годов Рагнарек там вовсю. Новогодние игрушечки разные. Про Оленя он вчера выходил. А в общем, там тоже весело, прикольно. Если тебе нравятся игрушечки, то заходи, кайфуй, подписывайся. Буду только рад. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Ба!